А продажи Аляски американцам в России сокрушаются до сих пор. Как же такое могло произойти, задаются вопросом многие россияне. Справедливо ли это? И кто виноват в том, что над 49 штатом Америки сегодня нереет гордо российский триколор? Уверен, что кого не спроси сейчас на улицах Москвы про Аляску, большинство будет убеждено в том, что Россия имеет право претендовать на эти земли. Подобный слух распространялся еще в сталинские годы, будто бы так называемая русская Америка не продана, а сдана в аренду на 100 лет, и в 1967-м наступит время требовать ее назад, да еще и с процентами. Как и многие страницы русской истории, период освоения Аляски овеян мифами, недосказанностями, а часто и просто откровенной ложью ради того, чтобы историческая летопись России выглядела лишь историей одних побед. Однако в этом конкретном случае реальное положение вещей выглядит совсем иначе. Дело в том, что русских попросту выгнали с Аляски. Так называемая продажа так называемой русской Америки Соединенным Штатом не была свободным выбором царя Александра Второго. Поражение русских и их бегство из Америки было оформлено в виде сделки купли-продажи только лишь ради сохранения лица императору России. Ведь денег-то в Петербурге так и не увидели. Сегодня мало кто знает, что одной из главных причин потери Аляски стал затяжной и ожесточенный конфликт между русскими колонистами и отчаянными индейцами племени тлинкитов. Именно благодаря сопротивлению коренных жителей полуострова Россия так и не смогла окончательно закрепиться на новой земле. Какую роль в этом противостоянии играла торговля России с Китаем? Кто стоял за спинами индейцев, воюющих с русскими? Какое отношение к этим событиям имеет советская рок-опера Юнона и Авось? Почему конфликт России с тлинкитами формально закончился лишь в 2004 году? Смотрите далее. В России основным валютным товаром, особенно в 17 и 18 веках, была пушнина. В обмен на нее получали из-за границы разные дефицитные товары, в том числе, кстати, и серебро для чеканки монет. Однако, одна из извечных российских бед – недороги – привела к бездумному уничтожению зверя, значительно сократив его численность. Из-за низкой популяции в России бобров европейский рынок пушнины в течение 18 века был почти полностью потерян. Конкуренцию стала выигрывать Канада с бобровыми мехами, которые стали безумно популярными среди европейцев. И тогда русские обратили свой взгляд на Турцию, Персию и Китай, который стал основным покупателем собольных мехов. Торговля с Китаем помогла развитию, наконец, и Южной Сибири, где возникли новые города. Последним рывком территориального расширения России, связанным с меховой индустрией, стала добыча калана – морского бобра для поставок в Поднебесную. За каланами стали снаряжаться морские экспедиции на Камчатку, Курилы, Командорские, Алиутские острова и, наконец, на Аляску. Одним из главных препятствий на пути активной колонизации Аляски стал кровавый и ожесточенный конфликт русских поселенцев с воинственным индейским племенем тлинкитов в начале XIX века. Из-за этого на долгие годы остановилось проникновение русских вглубь американского материка. К тому же после этого России пришлось отказаться от амбициозных планов овладеть еще и Тихоокеанским побережьем к юго-востоку от Аляски. Стычки русских с клинкитами регулярно происходили еще в конце XVIII века, но полномасштабная война вспыхнула в 1802 году с внезапного нападения индейцев на крепость Михаила Архангела на острове Ситка. Что же так не нравилось индейцам в русских, ну, помимо того, что они были захватчиками? Да, все то же, о чем могут рассказать и сегодня пострадавшие от российского вторжения в Украине, Грузии и Молдове. Россия вела себя нахально, жестоко и присваивала себе все то, что ей не принадлежало. Но в XIX веке и на другом континенте это, конечно же, имело свои особенности. Во-первых, в составе промысловых партий русские привели на землю тлинкитов и их давнейших злейших врагов эскимосов-чугачей. Во-вторых, отношение пришельцев к аборигенам было далеко от уважительного. По свидетельству лейтенанта русского флота Гавриила Давыдова, обхождение русских в Ситке не могло подать линкитам доброго о них мнения, ибо промышленные стали отнимать у них женщин и делать им другие оскорбления. Кроме этого, русские во время промысла нередко воровали индейские кормовые припасы. Но, пожалуй, главная причина неприязни тлинкитов к русским была в другом. Дело в том, что промысел морского зверя был основой экономического благосостояния тлинкитов, выгодно торгующих мехом с англичанами и американцами. Индейцы получали в обмен на ценный мех калана европейские товары и в том числе новейшее огнестрельное оружие. Англичане и американцы периодически наведывались сюда на кораблях, вели себя мирно и уважительно, привозили много нужного и не представляли для аборигенов никакой угрозы. А вот русские на Аляске сами добывали мех на индейских землях, усложняя тлинкитам собственную добычу и, что немаловажно, ничего не могли предложить взамен. К тому же русские сами отчаянно нуждались в европейских товарах. Необдуманные и грубые поступки чужаков послужили толчком к объединению племен тлинкитов в борьбе за изгнание колонистов со своих территорий. Борьба эта вылилась в открытую войну против русских поселений и промысловых партий, которая длилась до 1805 года и закончилась условным, невыгодным России перемирием, после которого противостояние носило уже тлеющий характер. Индейцы не давали русским спуску ни на минуту, несколько последующих десятилетий. Что интересно, уже тогда в России занимались поисками внешнего врага и в данном конфликте обвиняли, кого бы вы думали? Конечно же, американцев, которые справедливости ради относились к русским вообще-то вполне благожелательно. С Аляской тесно связана история первой российской кругосветки и советской рок-оперы Юнона и Авось. Граф Рязанов пролоббировал кругосветное плавание, чтобы наладить экспорт мехов в Китай и основать в Калифорнии колонию для снабжения аляски хлебом. Начальником экспедиции стал будущий адмирал Иван Крузенштерн. Однако отношения между начальником и спонсором экспедиции не сложились. Капитану не хотелось воевать с индейцами и торговать мехами в Шанхае. На третий год экспедиции Крузенштерн вернулся в Петербург. И тут началось самое интересное. Граф Рязанов покупает у американского капитана бригантину Юнона и строит парусный тендер Авось. На этих кораблях в 1806 году отправляется в испанский форт Сан-Франциско. Рязанов рассчитывал договориться с испанцами, владевшими тогда Калифорнией, о торговых поставках продовольствия для русской Америки. Нам вся эта история может быть известна по советской рок-опере Юнона и Авось, романтический сюжет которой основан якобы на реальных событиях. 43-летний русский вельможа и 16-летняя дочь коменданта города Кончита Аргуэлья полюбили друг друга. Рязанова и Кончиту сравнивают с Ромео и Джульеттой и говорят о великой трагической любви соединившей континенты. Однако, если почитать письма графа к его покровителю, министру коммерции Румянцеву, становится понятно, что он цинично играл чувствами юной девушки, чтобы продвигать российские дипломатические и торговые интересы. Рязанов обманул Кончиту ради регулярных поставок съестных припасов русским колонизаторам Аляски. История коварства и обмана, а не история любви. Это и есть реальная фабула тех событий. Однако усилия графа смогли помочь России задержаться на Аляске. Но это была скорее имитация присутствия. Малочисленный русский контингент был вынужден постоянно считаться с коренными индейцами и примерять регулярно возникающие конфликты, избегая открытой конфронтации, как во время жестокой русско-тлинкидской войны. Это истощало силы и средства русских колонистов, которые не могли хоть сколько-нибудь эффективно противодействовать индейцам. Кроме этого, стремительно набираемая Соединенными Штатами военная и экономическая мощь представляла реальную угрозу в обозримом будущем. Американцам, да и индейцам на Аляске. Пушной промысел стал убыточным. Один заработанный рубль стоил уже пяти затраченных. Возить пушнину в Китай стало уже совсем невыгодно. В общем, индейцы добились своего. В конце концов, Россия решила больше не сопротивляться и в 1867 году стала паковать вещи для эвакуации на родину. Объяснить свои действия обществу царское правительство не потрудилось вообще. Русские убрались с Аляски, обставив свое бегство как продажу полуострова. По сути, это был всего лишь акт безвозмездной передачи имущества. Многие восприняли так называемую продажу Аляски с возмущением. В современной России Александра II часто осуждают, особенно в связи того, что в конце 19 века на Аляске открыли золото. Известный российский и советский геолог Обручев утверждал, что только в период до Русской революции 1917-го американцы добыли на Аляске драгоценного металла на 200 миллионов долларов. По нынешним ценам это около 4 миллиардов баксов. А вот злополучные 7 миллионов золотых долларов, уплаченных Соединенными Штатами за Аляску, до России так и не дошли. Считается, что везший их английский барк Оркни взял и утонул в Балтийском море. Хотя это только лишь красивая легенда. Никаких денег не было и в помине. И вот уже почти 150 лет в России кусают локти по поводу Аляски. А тем временем уровень жизни в 49-м штате Америки едва ли не выше, чем в остальной стране. Да и простое сравнение американской Аляски и соседней русской Чукотки вызывает у всякого истинного патриота, во-первых, приступ горького сожаления, а во-вторых, не менее горькую зависть. Кстати, формальное перемирие 1805 года между русскими и тлинкитами аборигены не признавали, поскольку оно было заключено без соблюдения соответствующих индейских обрядов. И лишь в октябре 2004 года по инициативе старейшин клана Кексади и американских властей на священной поляне тлинкитов состоялась символическая церемония примирения России с индейцами. Россию в церемонии представляла Ирина Афросина, прапраправнучка первого главного правителя русских колоний в Северной Америке Александра Баранова. Россия – это понятие не политическое, а прежде всего территориальное. Здесь не приветствуются добрососедские отношения. Россия всегда берет силой у соседей все, что плохо лежит. С Аляской этот номер не прошел. Эта территория хоть и и граничит с Россией, но в суровых условиях и с грозными соседями, а русские для прямых столкновений любят найти кого послабее да поближе. Поэтому Россия никогда не была полноценной империей, такой, как, скажем, римская или британская, которые владели колониями далеко от границ метрополии. Этот комплекс неполноценности глубоко сидит не только за кремлевскими стенами, но и в общественном сознании жителей федерации. А это не сулит ничего хорошего прежде всего самой России. И история эта наглядно показывает – неуклюжие попытки стать третьим Римом больно бьют по самым простым россиянам. И еще Россия всегда пасует перед силой. И это не обязательно должна быть грозная сила большого государства с ядерным оружием. Москва пасует перед силой духа. Поэтому основным ее оружием является раздор, который она достаточно умело сеет между людьми по всему миру в своих интересах. И об этом не стоит забывать ни на минуту. Спасибо за внимание. Больше материалов читайте на нашем сайте хрендяблики.ком. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Патреон. И я с удовольствием укажу ваше имя в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok